Высадить ели и сосны в Черняевском лесу, вычистить родник на Южной Дамбе, озеленить школьный двор. У Татьяны Артес и её подопечных из экоотряды работы всегда хватает. И даже в дни школьных каникул ребята приходят на экологическую тропу Липовая гора вместе со своей учительницей, чтобы получить наглядный урок географии. Это большое дело, потому что ребятам они дают, во-первых, установку на хорошую жизнь, чистую жизнь. И они сами это притворяют в жизнь и пытаются других детей привлечь к этому. Это очень хорошее дело. Общая протяжённость тропы Липовая гора – 5 километров. Но чтобы открыть этот маршрут, до центрального входа нужно ещё дойти. Если ехать не на автомобиле, а общественным транспортом, от остановки Биомед придётся прошагать ещё порядка одного километра. Сегодня эта проблема решена. Теперь на встречу с природой можно брать двухколёсного друга и не беспокоиться о его безопасности. На экоплощадке открыта велопарковка. Здесь очень любят отдыхать жители, которые сегодня живут, прежде всего, в непосредственной близости здесь. Да и, собственно говоря, со всего города приезжают сюда для того, чтобы погулять, подышать свежим воздухом, зарядиться энергией. Ну и, собственно говоря, ещё и расширить свой кругозор. Потягать эко-гири под реликтовыми столетними липами и послушать пение редких птиц. Татьяна и её ученики умеют ценить красоту, но знают. Лес только кажется сильным. А на самом деле без человеческой заботы ему не выжить. Вы знаете, мы, наверное, сюда тоже будем выходить, потому что, пройдя по экотропе, мы некоторые моменты увидели уже, так скажем, немножко маленькой чистки вандализма людей. Поэтому поправим немножко, с лозунгами выйдем, листовки напишем. Это наша вот будет работа этим летом. Анастасия Наумова, Константин Старков, телекомпания «Ветта».